Сы Цзин Рейтерс пишет, Сы Цзин Пин приедет в Москву на следующей неделе, да, 21 числа, потому что это фэншуйно, и поэтому он, конечно, приедет, для него это очень важно, начать вот шаги по заглатыванию, проглатыванию, перевариванию России, да, начать 21 числа. Ну, собственно, он их начал давно, он договорился с Байденом, он решил еще кучу вопросов, обманул Эрдогана, да, очень сильно развел его, сейчас мы об этом поговорим дальше, молодец, Сы Цзин Пин, очень крутой дядька. Я понимаю, что там работают аналитики, ну, и на Путина могли бы работать аналитики, да, какие-то, а работают лохи, поэтому, так, что-то с камерой случилось, так, ну, сейчас все восстановилось вроде. Поэтому, конечно, заслуга именно его, что он смог расставить таких людей, как этот Ван И или Иван, который я давно уже заметил, это такая уникальная личность, да, вот этот Цинь Ган, этот Бен Ган и прочее. Ну, они постоянно у нас звучат в передачах, да, то есть, вот с этой всей шоблой приедет Цзин Пин к Путину, Путин, как вы понимаете, он в таких встречах всегда проигрывает, всегда. Ну, даже с Эрдоганом, даже вообще с, не пойми кем, он очень, так сказать, слаб, потому что, как переговорщик, особенно если один на один, он ничего из себя не представляет. Ну, с каким-нибудь, конечно, Байденом он там может хвост раскушить, а с этими ребятами у него не получается, они всегда получают то, что от него хотят. Но Цзин Пин хочет от него Россию, это 100%, ни больше, ни меньше, хочет целиком, не по частям. Помните, как Астап Бендер говорил, я бы взял по частям, но мне надо все. Вот так и этому нужно все, он хочет всю Россию, он не хочет по частям, и это надо иметь в виду. Да, также он вот отмечают, что будет разговаривать с Зеленским и так далее. И с Зеленским он будет разговаривать, значит, по связи, да? Ну, по видеосвязи, не лично прилетит к Зеленскому, по видеосвязи. Знаете, почему он будет разговаривать по видеосвязи? Понятно, что если бы он хотел решить какой-то вопрос с Зеленским, он разговаривал с глазу на глаз, чтобы видеть своего, так сказать, товарища и партнера по переговорам, и чтобы никто не мог, как бы, знать того, что он сказал. А это разговор по связи, то есть это разговор для всех. Для чего делает Путин, Си Цзин Пин разговор для всех? Он бы и с Путиным мог так поговорить, но он приехал и разговаривает один на один. Для того, чтобы получить отказ, да, понимаете, да, он будет делать предложение, от которого Зеленский не может не отказаться. То есть Си Цзин Пин сделает предложение, от которого Зеленский откажется со стопроцентной гарантией, да, другого быть просто не может. Для этого он и будет это предложение делать. То есть, ну, знали война с Си Цзин Пином, вот меня спрашивают. Но для частичного поглощения России, конечно, нужно. Но для полного поглощения России война с Си Цзин Пином очень вредна. Да? Потому что это может помешать полному поглощению. Может сейчас начаться там шухер, какие-то восстания. Зачем Си Цзин Пином это надо? Ему нужно подписать договор СССР-2 просто вместе с Белоруссией и с Россией создать союзное государство. При котором Китай просто всех переварит, как тот удав. Даже не удав, да. Помните, у китайцев есть легендарный змей Баше. Ну, не дракон сказочный, а легендарный. Поскольку он в летописях описан. Еще-то длина этого Баше 270 метров. Ну, говорят, что даже какие-нибудь там эти Буа вот эти вот огромные, они не были такого размера, да. Так что это, скорее всего, сказочный персонаж. А питался он, этот сказочный персонаж, слонами. Жил на горе, спускался, сжирал слона. И три года лежал, отдыхал, переваривал. Я представляю, что там с слоном через три года. Какая вонь, да. Вот, и потом он спускался, следующего слона съедал и так далее. То есть, вот этот Баше. Вот Китай сейчас пытается сожрать слона, который называется Россией. Потом будет его три года переварить. А потом следующего слона будет жрать. И так далее. То есть, вот определенные люди пишут... А, у Шойгу. Отношения РФ и Китая вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень. Стали несущей опорой глобальной стабильности. Понимаете, о чем он говорит? На новый, беспрецедентно высокий. Это же какой высокий? И как можно стать оборой глобальной стабильности? Ну, то есть, быть едиными. Только так. Об этом говорит Шойгу. А ни о чем другом. Ну, он китайский шпион. Мы это прекрасно знаем. И что же себе предложит зелье? Ваш вариант. Вячеслав Нескопрогноз. Как? Ненад Нескопрогноз. А зачем? Все ясно. Предложит, скажет. Отдай Донбасс, отдай Крым и отвали. Зеленский скажет. Пошел ты нафиг. И все на этом закончится. Он будет, Си Цзиньфин, вести переговоры только с единственной целью, чтобы его Зеленский послал. Это будет единственная цель переговоров. Другой не будет. Если бы ему нужна была другая цель, он бы приехал или попросил, сказал бы, слышь, приехай ко мне, поболтаем, побазарим, почему Лукашенко может к нему приехать, а Зеленский не может. Он что, должен обязательно через территорию России лететь? Он облететь может совершенно с парк Китая. Поэтому это совершенно очевидно, что здесь видимость, абсолютная видимость будет миротворческой деятельности. Но вы понимаете, в чем ужас-то? Потому что на Зеленского с той стороны западный давит. И именно об этом же самом говорят. Си Цзиньфин будет говорить, чтобы Зеленский не согласился, но при условии, что там с запада давит и требует того же самого. Я не знаю, как он себя поведет, но надеюсь, что не согласится, потому что это было безумие. И это был бы конец его политической карьеры. Поэтому я такой вариант, если бы мне попросили сделать ставку финансовую, я бы поставил на то, что Зеленский не согласился. Я ведь не могу проиграть. Зеленский не согласился. Музыка. Продолжение следует...